Всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня у нас полноценный новый видеоролик. Раньше мы записывали что-то подобное по поводу игровых видеороликов. В какой-то момент времени это заходило, это мне нравилось, это было интересно, но... В игре у нас появлялись новые интересные обновления и... Как-то уходило все на второй план, уже я как-то один раз попробовал записывать игровые видосы, мне понравилось, мне понравился ваш фидбэк. Но появились какие-то моменты, появились обновления и в общем и целом игровые видеоролики ушли куда-то в другую сторону. И сейчас, когда у нас в игре нету каких-то новых вещей, которые я мог бы обозревать, рассматривать, Мне пришла в голову идея, то что полноценно мы можем вернуться к тем самым игровым интересным видеороликам. И... Возможно для вас будет что-то новое, интересное в этом контенте и... Возможно я надеюсь на то, что получится что-то новое и что-то интересное, определенное, связанное с игровым контентом. То есть это не какие-то там обзоры, чего-либо, то есть там неповерхностные какие-то вещи, рассказы, а целиком и полностью игра, на каких-то определенных вооружениях. И... То, наверное, что раньше называлось летсплеем, теперь мы попробуем вместе с вами тоже реализовать. Я много, конечно, сегодня попытаюсь не говорить, больше играть и показывать какие-то интересные вещи. И посмотрим, что из этого получится. Когда-то где-то месяца, наверное, таки два, может быть, назад я записывал подобного рода видеоролик. И это было реально круто, интересно. И я надеюсь, что если вам понравится то, что сегодня у нас получится, я уже две минуты была волю, извиняюсь, конечно. Но сейчас я уже закончу и начнем играть. Если вам понравится, то огромная просьба, поддержите видос, поставьте лайк на него. И если вам не сложно, если вы вдруг не подписаны на канал, то я, конечно же, надеюсь на вашу подписочку. Сегодня, так как это, наверное, новый видос в плане того, что... Ну, такого формата был он у нас, но он был давно. Но я хотел бы, наверное-таки, поиграть, может быть, одну, может, две катки, не знаю, сколько мы тут всего не успеем. Не хотелось бы, чтобы видосы были прям мега большого размера. Покатать хотел бы на Хорнета Магнуме. То самое сочетание, которое в игре в последнее время, наверное-таки, не так сильно актуально с моей стороны. И я на нем особо не катаю, не использую. Но мне, честно говоря, очень сильно хотелось бы сегодня поиграть в данном видеоролике. И именно-таки на данном вооружении. Что касаемо резистов, то я, наверное-таки, возьму... Резист Биржиги возьмем вот так вот. Гаусс, Магнум, рельса. И... 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 Дроны, 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 наверное, защитник. Отправимся сегодня в матчмейкинг. Мы, к слову, набиваем звезды. У нас уже 1420 звезд набито. Ну и посмотрим, как покажет нам данное вооружение вообще сейчас в бою. Посмотрим, насколько оно сейчас дико нагибает. Я, честно говоря, даже не знаю, что по режимам. Но давайте попробуем захват флага. Давайте попробуем захват флага. Возможно, что-то жесткое получится у нас там сделать. Ну, либо же второй боечек сыграем в контроле точек. Чтобы было какое-то определенное разнообразие. Не хочу я пикаться, никакие там штурмы. Брест. Блин, ну не скажешь, что самая, конечно, удачная карта. Что касаемо устройства на Магнум. Я, честно говоря, не помню, как оно называлось. Но при полном залпе у нее получается перезарядка пушки 2 секунды. То есть, если вам интересны именно такие данные устройства и как оно работает, то я вам скажу, что это, наверное, таки лучшее устройство... Ой, вернее, что я сказал вообще? Я сказал бы, что устройство, которое делает перезарядку быструю. Нет. Это же устройство, которое меняет углы и дает поворот башни. Боже ты мой, что я несу? Это то чувство, когда ты не играл на Магнуме. Наверное, месяца так 3-4. И решил придумать новое устройство на данной пушке. Хотя данные свойства совсем другие. Нифига себе, хороший выстрел бы давал, но, к сожалению, промазал. Что касаемо сплэша Магнума, то сейчас у данной пушки не такой он большой, как был он раньше. Сейчас, кстати, можно попытаться здесь увести флажочек. Нам, безусловно, нужны звезды. Нам, безусловно, надо фармить. Я очень сильно надеюсь, что я сейчас... Ну, блэк, ну почему? Убил бы данный этот флажочек. Последнее время Магнум мало кто использует. Ну, в большинстве случаев. Раньше эта пушка была довольно-таки актуальная. И на ней я даже сам в какое-то определенное время постоянно, просто постоянно играл. Отличный выстрел. Еще и в минус не упал. Еще бы туда. Ух, блин, маловато. 1600, было бы чуть-чуть побольше урона. Я играл на данной пушке довольно-таки большое количество времени. Но в один определенный момент, когда сплэш пофиксили, и если раньше, например, там 3-4 танка... Ой, меня сейчас сбили. Неприятно. 3-4 танка рядом стоящих, и ты мог просто там, грубо говоря, в землю нанести урон и нанести очень большое количество дэмэджа, то сейчас этот сплэш пофикшен, и за счет этого, ну, пушка явно, ну, не такая актуальная, не такая жесткая, не такая дикая. Если бы сплэш был бы до сих пор такой же крутой, то я думаю, что можно было бы также отлично и эффективно ее использовать. Но сейчас ее используют только те ребята, которым она реально жестко нравится. Я же, наверное, сторонник того, что беру те в определенные вооружения, которые являются имбалансными в тот или иной период времени, ну, а магнум таким имбалансным вооружением в данный период времени не является. Но все же, поиграть почему бы нет, когда я не играл на этой пушке, наверное, месяца так 3, если не больше. Можно, конечно же, покатать, записать для вас видос, только вот неприятно. То, когда вам так жестко сбивают прицел, надеюсь, что мне не будет так дико какие-то громы там или шафты подбивать в определенные моменты. Пока, к слову, катка ничейно складывается, я скажу, что, ну, не самая приятная, наверное, карта для захвата флага, но для данного вооружения я решил, ну, не буду менять, перепикивать какие-то определенные карты, говорить, что это мне не нравится, буду кикать на те какие-то... Блин, 2 600, почему так мало я выдал? Я что-то думал, что тут ваншоты должны лететь с магнума. Что-то как-то... Ух ты, вот туда бы, если бы я попал, было бы очень замечательно. Но, увы, я их промазал. Есть у меня овердрайв, и главное сейчас было выдать выстрел, но я его не выдал. Углы, конечно, довольно тяжелые на магнуме, и в какие-то определенные моменты, когда ты, ну, немножко отвык уже от этой пушки, получается ситуация, когда, ну, получается так не совсем грамотно стрелять, какие-то промахи появляются, и не все так грамотно складывается на данном вооружении. Ну, в общем, и в целом, вы что делаете со мной, а? А, это свой рикошет меня минусанул. Не, ну это определенно профессиональные игроки матчмейкинга. Ну, хотя бы, сори, написал. Хоть что-то я услышал от данного интересного персонажа. Я уж думал, этот человек больше ничего не скажет. Ну, раскачка, конечно, для выстрелов очень полезная вещь на магнуме, поэтому, если вы играете на данном вооружении, определенно всегда пользуетесь раскачкой, за счет которой на данном устройстве вы спокойнейшим образом сможете попадать в какие-то, ну, непонятные такие, более опасные, красивые уголочки. Ну, и плюс, на какие-то определенные большие расстояния тоже можно давать урон, если вы будете с раскачкой стрелять, а не так, как стрельнул. Прямо сейчас я до этого. Сейчас я уже, конечно, попал. О, отлично, успел. Нужно, конечно, не забывать, что я на защитнике играю. И хотелось бы, наверное, дернуть тут еще флажочек. Что пока что у меня, я бы сказал, что ничего здесь не получается. Сделать соло какие-то определенные заходы. Опыта, конечно, мне хватает, дабы занимать в данной катке первое место, но сами понимаете, что 175 опыта в такой катке, ну, это слезы. Это определенно слезы. И здесь можно было бы заработать в разы и в разы больше. Отличный был выстрел. Если бы я, конечно, туда попал еще. Но выглядело неплохо. 3000 выдал. Неплохо. И сейчас можно в полете. Ах, если бы я попал, было бы очень красиво. Ну, ладно, сплэшом. Видите, какой маленький сплэш через танк. Раньше такие сплэши наносили по где-то 3000 урона. Сейчас данный сплэш нанес по противнику всего лишь 700 урона. Благо, этого хватило. Ну, давайте подстрахуем своего тиммейта. Потому что он может здесь не уехать. Еще он еще и сплэш под меня делает. Какой красивый челик. Ну, вот гром только летит. И он, похоже, будет первый на подборе данного флага. Но... Уф, отличный выстрел. Просто шикарный. Я не знаю, почему только урон не прошел. Но выстрел был шикарный. Просто на мину скинул пацика. И это сработало. Не сумел данный нагибаторский игрок увести флажочек. Ну, и я сумел доставить данный флажочек. И это очень-очень достойно. Хотел я там выдать выстрел. Но не получилось немножко. Боря везет флажочек. Давай, Борис. Давай, Боречка. Давай, подстрахую тебя, Борисик. Чтобы ты тут никуда не встрял. И я тебе... О, даже Боря мне скидывает. Ничего себе. А что у меня за подарки такие сегодня? В данной замечательной катке. Что мне один скидывает, второй скидывает. Мне везет, что ли, сегодня? Ну, ладно. Окей. Раз мне второй игрок дарит такой подарок. Вот там бы выстрел бы выдать. Ну, конечно. Тут с такой раскачечкой. Такие выстрелы не залетают. Ну, ладно. Увы, ях. Что поделать. Ну, такой вот выстрел жесткий. Не залетел там еще и сверху рельса. Ну, и первая катка победная. Неплохо. 360. Опыта. Вернее, очков я набил. Нормально. 6 звездочек заработали. Полноценно идем к своему заветному мамонту. Ну, и давайте, наверное, сегодня сыграем еще одну катку в контроле точек. Посмотрим, как сейчас хорната арта там нагибает. А может и не нагибает. Все же, определенно, я, честно говоря, даже не знаю, насколько она хороша в данном режиме, в данный период времени. Поэтому давайте скатаем, посмотрим, сумею ли я здесь забрать свои заветные 6 звезд. Первое место. И выиграть катку. Определенно мы всегда играем на победочку. Нам неинтересно. Просто там катка. Дабы, например, поиграть по приколу. Чисто там на свои очки. Безусловно, мы будем играть. Блин, эти 0 урона. Боже, я забыл, что 0 урона с респа даю. Ужас. Как же это сейчас печально все выглядело. Меня даже еще и нагибать решили. Ай, блин, жалко. Не забыл бы я про эти 0 урона. Надо было 2 секунды подождать. И было бы все очень даже круто и замечательно. Ну, вот эти вот 0 урона. Ой, крит ошибка. Даже тоже я ее люблю. Крит ошибка это очень замечательная вещь. Надеюсь, что меня здесь с этой каткой не пикнет. Мне обновляться не придется. Надеюсь, что я полноценно смогу доиграть данный бой. Без никаких дополнительных подлагов, пролагов и прочей ерунды. Но катку мы пока начинаем, я так понял, проигрывать. Сейчас у меня уже будет овердрайв. И вот здесь вот на харьке овердрайв. Блин, все-таки крит полноценно вылетает. Ладно, давайте я быстро обновлюсь. Давайте быстро обновлюсь. Боже, ну эти танки это просто что-то с чем-то. Это ужас с этими обновлениями. Так уж байтят меня на переход на этот HTML. Но я, конечно же, конечно же, друзья, что я делаю? Правильно. Я, друзья, не сдаюсь. Я не хочу переходить на HTML. Мне она не нравится. И я полноценно продолжаю играть через официальный танковый клиент. Да, с такими неприятненькими моментами. Ну, что поделать. Надо чем-то жертвовать. Ну и катка уже тут потихоньку начинает набирать обороты. Я смотрю, тут я пока обновлялся уже. Оп, это у пацанов прибавился дико жестко. Ой, какой выстрел я сейчас промахал. Промазал, 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 промазал. Был бы хороший дэмэдж, если бы я попал бы с розу. Ну, ладно, сейчас мы немножко окупим. Пару выстрелов надаем. Ну, там, конечно, было у парня мог не стрелять. Мог раздавать. Ох, туда бы попасть, если я туда попаду. Ай, не попало, жалко. Раскачку чересчур большую сделал. А вот сейчас? Ну, сейчас, конечно, сплэш. Вы видите, какой маленький. Все-таки у Магнума. Раньше этот сплэш был намного бодрее, намного круче. И намного аппетитнее. Но, все же, вот сейчас неплохо залетело. Ох, блин, там холер прожал парень. Нам бы ему вот так накинуть. Болем, все равно меня слил. Ну, ладно, сейчас надо как-то пытаться вытягивать эту катку. Все же на тишине за красную сторону в какой-то степени в контроле точек намного проще играть. Но я думаю, что, в принципе, можно было бы, наверное, даже попытаться вытянуть за эту сторону катку. Если у нас ребята будут играть, будут грамотно прожимать овердрайва. Вот, и дамаг полетит. Отличный выстрел сейчас был. Даем, куда варочку я попал, зацепил противника. Можно тут и уже и оверы начать заюзывать. Здесь еще и выстрел накидывать. Вот сейчас пойдет жара. Главное не слиться, главное не слиться. Ай, хотя бы выстрел бы выдал, было бы вообще просто шикарно. Три точки было под контролем нашей команды. При том, что мы немножко сливаем эту карточку. И надо немножко приложить здесь усилий дополнительных, дабы выиграть данный бой. По очкам-то, конечно, я уже... Сейчас буду вырываться, дошки не было, а начать прожимать не буду. Отрегениться. Тогда можно прожимать. При этом настройке, что играми защитники. Можно было бы сейчас сыграть корпусом более грамотно. Но немножко закрабил, немножко закрабил. Немножко у меня не получилось отыграть так по красоте. 900... Блин, 300 опыта. Но что-то у меня тут с тиммейтами, честно говоря, не особо фортануло, я вам скажу. Первое место по своему я потихоньку забираю. Но катку мы определённо не тащим. Фулнарка есть. Урон, конечно, сейчас слабо прошёл. По противнику. И сколько мне сейчас личить? Да вы что вы делаете со мной, друзья мои хорошие? Нужно столько накидывать. Дайте... Дайте мне, пожалуйста, немножко поуничтожать лучше противника. О, опять эти ноль урона надо было овер прожать. Блин, прожал бы овердрайв, было бы всё замечательно. Так, полноценно не получилось реализовать дополнительный момент. Можно было бы сделать всё максимально-максимально угодно и круто. Но не получилось. Жалко. Не реализовал. Но вот сейчас можно уже реализовывать дополнительный овердрайв. И плюс к этому овердрайву можно, конечно же, реализовать вот этот вот отлично поставленный куполочек. Просто дамажить противника. Мы уже, к слову, выигрываем. Но вот хантера овер я явно в этом эпизоде не ожидал получить. Уп-шечка у меня даже на хорна-то магнуме. Двоечка с небольшим. Это очень достойно и неплохо. Главное, в минус не упасть. Гаус сводится. Есть аптечка дроповая. Безусловно, мы её заберём. Ещё один хантер. Полтора минуты. Самые ответственные минуты, наверное, в контроле точек. Только и только начинаются. И прямо сейчас вот надо нам сделать всё то же самое, что мы делали до этого. Если мы выходили вперёд в этой катке, то полноценные качели ещё в этом бою выиграть можно. Поэтому давайте постараемся сейчас немножко... На агрессии, я хотел сказать, сыграть. Но агрессия, походу, меня нагибала, мягко говоря. Не получилось у меня сейчас жёстко влететь, залететь, понагибать. И вынести всех противников. Ещё один овердрайв у меня имеется. И, возможно, даже это не последний овер. Ещё я тут надамажим. И потом закатим ещё вперёд. К слову, от Магнума сейчас у нас у противника резистов нет. Я даже, честно говоря, не знаю, сколько было у нас в прошлой катке. Но уже потихоньку резисты от Магнума так сильно в боях не одевают. Потому что всё же, ну, меньше начали использовать данную пушку. Больше используют резисты, наверное, от Гаусса. Ну, а что касаемо данного вооружения, то его особо не используют. Так защитник начал работать. И, к слову, у нас есть ещё 25 секунд. И можно попытаться, наверное, всё-таки вытянуть эту катку. Хорёк, боже, боже, боже. Блин, как же жёстко он меня сейчас нагнул. 600 опыта я набил. Две точки контролем. 15 секунд до конца. И вроде как нет. Уже всё. Шансов на победу у нас в этой катке нет. Хотя, если мы бы забрали бы здесь, наверное, 3 точки под конец данной замечательной битвы. То полноценно выиграть её всё же можно было. Ну и набил я во второй катке 25 киллов. Неплохо. 600 очков. В принципе, в принципе, неплохие показатели, я вам скажу. Неплохие показатели. Для такой катки, да, может быть, немножко мне не повезло с командой. Тут графикс, вот, видно, что играл более так продуктивно. Но последующие игроки как-то, ну, с таким уп, 0.40, 0.50, 0.50, 0.25. Ну, как-то, мягко говоря, всё это выглядело печальненько. Вот такой вот у нас первый видос полноценный игровой получился. Если он вам, друзья, понравился. Если вы хотите, чтобы я продолжал, я надеюсь на вашу поддержку. Надеюсь, что... Ну, давайте наберём сотни. Сотни лукасов. Я думаю, что, в принципе, ну, это небольшое число. И если вам определённо это понравилось, если вы хотите, чтобы я продолжал записывать игровые видеоролики, потому что многие мне в комментариях писали, записываю уже что-то игровое, то есть, ты записываешь только какие-то обсуждения, ничего об игре, ты же можешь играть, ты можешь что-то новое показывать, определённое что-то интересное, что там не знает кто-то, и просто показывать то, как ты умеешь играть. А ты постоянно там записываешь обзоры какие-то, там что-то рассказываешь, показываешь, ничего такого. Толком не записываешь в плане игры, в плане скилла, только там какие-то стримы и всё. Видеороликов подобного рода, наверное, таки был там раз-два и всё. Их просто не было. Поэтому, если вам это нравится, я очень сильно надеюсь на вашу поддержку. И если вам это заздёт, то я думаю, что на постоянной основе, полноценно, вместе с вами, мы сможем записывать такие видеоролики в районе где-то, ну, наверное, минут 15. Такие средние, я не хотел бы там записывать по полчаса, там больше видосов. И рассматривать какие-то новые определённые вооружения. Да, понятно, что у меня они М4, может быть, у вас у кого-то они не фулл прокачанные. И также в комментарии, если вы хотите посмотреть какое-то определённое вооружение, то можете его написать. Я его протэщу. Я дам свою точку зрения по данному вооружению. По Магнуму могу определённо сказать то, что на нём играть можно. Не сказать, что он сверх круто нагибает, но определённо сейчас на уровне нагиба можно использовать данное вооружение, при том, что Харёк полноценно тащит. Ну, а Магнум всего лишь помогает, плюс ещё и когда у меня фуловый дрон-защитник, который, к слову, докачивается, вернее, ускорение последнего шага докачивается, то будет вообще всё бомбезно, нагибаторски. Как-то так. Спасибо, ребят, что посмотрели, досмотрели данный видеоролик до конца. Всем спасибо. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok